О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! По поручению главы республики Радия Хабирова Янаульскому району в 2019 году было выделено дополнительное финансирование для асфальтирования центральных улиц города. Сегодня работы по благоустройству улицы Азина находятся на финишной прямой. О том, как за считанные месяцы преобразился Янаул, далее в нашем эфире. По поручению главы республики Янаульскому району было выделено дополнительное финансирование для асфальтирования центральных улиц города. Масштабные работы в минувшем году прошли на центральной площади Янаула по улице Азина, на участке между улицами Маяковского и Худайбердина, включая площадь и парковочные места. Подрядная организация «Орландское управление содержания промысловых дорог» приступила к работе осенью 2019 года. Вблизи здания администрации района появились указатели с названием улиц и новая светоотражающая дорожная разметка. Именно здесь проходили в 2019 году самые большие масштабные работы по благоустройству территории и ремонт площади. Сумма контракта вложенных средств именно на этой площади порядка 26 миллионов рублей. Здесь проведены срезка старого основания асфальтобетонного покрытия и нанесение нового в два слоя. И в дальнейшем нанесена разметка, размещение дорожных знаков, бордюрных камней. И наши подрядчики выполнили здесь большой объем работы. Работы проведены на совесть и закончили в срок. Подрядная организация «Танып» провела ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Маяковского на участке от улицы Ленина до переулка Маяковского на общую сумму 7 миллионов 400 тысяч рублей. Здесь проведена срезка покрытия проезжей части, укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонной смеси, укладка бордюрных камней. Также были выполнены работы по устройству тротуара и остановочных площадок, установки дорожных знаков и горизонтальной разметки термопластиком. Еще один крупный объект расположен на улице Азина, участок от улицы Худайбердина до моста через речку Янаулку. Контрактная сумма объекта составила 16 миллионов 300 тысяч рублей. Здесь также срезан верхний слой покрытия проезжей части, уложен нижний и верхний слоя асфальтобетонной смеси, с двух сторон улицы оборудованы тротуарные дорожки, парковочные места, установлены бордюрные камни и нанесена горизонтальная разметка горячим термопластиком. С работы на работу хожу по этой улице. Очень чисто стало, красиво. Пока ровный такой красивый асфальт. Радует очень хорошо. Тут, по-моему, еще хотят какие-то насаждения посадить, цветочки, да? Еще лучше будет. Город преобразился очень красиво. Да, я тут живу 44 года, и эта улица моя самая любимая улица, так как она родная улица. Изменения, конечно же, есть. Стало очень красиво. Асфальт ровный, тротуары, вот, все побелили. Теперь я каждый вечер тут катаюсь на велосипеде. Да, действительно, на улице Азина стало очень красиво. Новую разметку сделали, тротуары ровненько, деткам удобно кататься на велосипедах, на самокатах. Общая протяженность трех участков – 1920 метров. Горожанам такие изменения облика города пришлись по душе. А вот будет ли он таким же чистым и ухоженным, как сейчас, во многом зависит от культуры самих иноульцев. Глава Башкортостана Ради Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом руководитель региона заявил на заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в четверг, 21 мая. Обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает совместно с ними. Исключение делается для приобретения продуктов питания, лекарств, а также для поездок на дачные участки или в загородные дома, при наличии паспорта и правоустанавливающего документа на недвижимость. Кроме того, самоизоляцию по месту проживания в течение 14 дней должны соблюдать вахтовые рабочие. Все мы обязаны использовать маски вне места своего проживания, в магазинах, в местах массового скопления людей, общественном транспорте и такси, также надевать перчатки. В этом году День поминовения и почитания, учрежденный главой Башкортостана, состоится 6 июня. Такое решение принято после консультации с духовными лидерами и по многочисленным просьбам жителей. В этот день кладбище приведут в порядок, вывоз мусора и уборка территории будут организованы силами коммунальных служб. 6 июня все кладбища будут работать в обычном режиме. Те, кто заболел коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, смогут пройти реабилитацию в лучших санаториях республики. Речь идет прежде всего о врачах, социальных работниках, волонтерах, сотрудниках Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Спортивные учреждения республики по-прежнему будут закрыты. Оснований для возобновления их работы пока нет. Вместе с тем глава Башкортостана готов принять решение о возобновлении тренировок для профессиональных команд и членов российских сборных. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 2500 человек. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. На 21 мая в Яновойском районе зарегистрировано 18 подтвержденных случаев COVID-19. Из них два пациента получают необходимую специализированную медицинскую помощь в стационаре. Восемь пациентов с легкой формой течения заболевания наблюдаются на дому. И шесть пациентов сняты с учета с выздоровлением. У двух граждан Неновыского района подозревается COVID-19. Один из них наблюдается на дому, один госпитализирован в инфекционное отделение Нефтекамской больницы. Также продолжается плановый забор мазков у групп риска на COVID-19. За весь период работы проведено 991 исследование. В том числе у контактных листов 313 человек, у пациентов с признаками респираторного заболевания 32 человека, у пациентов, госпитализированных в пульмоблок с диагнозом внебойничной пневмонии 39 человек. Все лечебно-профилактические учреждения района работают в режиме повышенная готовность. Обращаю внимание населения. Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции. Носите маски. Регулярно обрабатывайте руки и мойте с мылом. Соблюдайте дистанцию как минимум 1,5-2 метра. Сейчас режим самоизоляции более свободный, но по республике, как вы слышите в новостях, каждым днем выявляются новые случаи заболевания. Поэтому рекомендуем без необходимости не выезжать за пределы района. Мы, медицинские работники, надеемся, что вы продолжите соблюдать все меры профилактики данного заболевания. Будьте здоровы! С начала мая все хозяйства нашего района приступили к весеннеполевым работам. Всего в планах обработать более 27 тысяч гектаров. В настоящее время в среднем по району засеяно 80% площадей, в том числе свыше 18 тысяч гектаров яровых, зерновых и зернобобовых. Полным ходом идет посевная на полях общества с ограниченной ответственностью ИТС «Агра». Полевые работы в хозяйстве сейчас в разгаре. Сегодня на полях с помощью дискаторов готовят почву к посадке. Трудно представить, но стаж работы на полях механизатора Сергея Васильева уже больше полувека. Признается, что за эти годы работа давно стала привычной. Да и новая техника значительно облегчает рутсельского жителя. Тем временем на соседних полях идет сев. Вместе с семенами вносится и минеральное удобрение. Пока погода позволяет, аграрии стараются сделать максимальный объем работы. В хозяйстве планируется обработать 2,5 тысячи гектаров весной и 4 тысячи гектаров осенью. По словам руководства фирмы, в этом году главный акцент сделан на качество. В хозяйстве стараются вести все процессы, строго соблюдая технологию. Весни полевой работы начали 3 мая. Начали с посева ячменя. У нас по плану было 250 гектаров ячменя, мы его отсеялись. И 300 гектаров пшеницы мы отсеялись. На сегодняшний день мы засеваем кукурузу. У нас по плану 300 гектаров. 120 уже засеяно. И также засеваем от налетку. По сравнению с прошлым годом, у нас получается, у нас же как бы две параллельные агрофирмы. Браточина и Старая Кудашева. У нас в Браточине в основном все там зерновые. Там более тысячи гектаров пшеницы. Также техническая культура там с гектарой фрапса будет. А здесь в основном кормовые будет. В этом году закуплено на более 30 миллионов рублей удобрение. Вот мы на зерновые вносим удобрение на гектар по 250 килограмм. Это 10 веществе. Получается 100-110 килограмм вещества. На полях на оба хозяйства работают более 15 единиц техники. Людей, если не хватает, они пересаживаются с одного трактора на другой. По этому поводу у нас как бы ставится специальный коэффициент. Коэффициент это универсальности. На зарплате там до 30%. И как бы по ходу в этом году закупили 147 голов племенного скота. Их завезли. Уже они начали телиться. Будем надеяться на хорошее молоко. В этом году фирма закупила импортные семена люцерны на 600 гектаров. Все свои комплексные поля планируют засадить многолетними культурами. Сейчас почти половина работ позади. С утра до вечера работники трудятся на полях, чтобы успеть закончить посевную в срок. Как признают сами аграрии, главное, чтобы осенью уродился хороший урожай. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаулского телевидения. Сотрудники образовательных учреждений города и района вновь вышли на улицы Янаула. Основная задача педагогов – донести до школьников требования соблюдения режима самоизоляции. Несмотря на то, что после 20 часов школьники должны находиться дома, многие дети и подростки пренебрегли этими требованиями и находились в общественных местах. Учителя прошлись по парку, центральным улицам города и дворам. Цель нашего рейда – выявление нарушителей самоизоляции учащихся нашего города, района. Сегодня мы вышли в третий день. График мы составили. По три человека каждый день дежурят с 8 до 11 часов вечера. Нарушители, конечно, появляются. Мы с ними ведем беседу профилактическую. В основном гуляют студенты. Выходим в место нашего рейда. Это в основном парк культуры отдыха, торговые центры. Так, по улице прогуливаемся. Я бы не сказала, что так сильно много нарушителей, но есть. Майские дни радуют теплом, а значит, совсем скоро все городские клумбы начнут радовать своей красотой и цветочным ароматом. Сегодня на улицы города вышли сотрудники общества с ограниченной ответственностью и наук благоустройства. На подготовленных клумбах идут работы по разметке гряды и высадке цветов. В этой бригаде работает пять цветочниц. Все они трудятся не первый год на этом предприятии. Работа на участке спорится, дел в погожие дни у них немало. Мы сажаем клумбы на улице Советская, тематики ко Дню Победы. Высаживаем бархатцы, сальвии, агератум. Также будем сажать все клумбы по городу. Светофор Азина-Худайбердина, круг Советская, дом быта, треугольник. КП мы посадили в понедельник. День чистоты прошел в нашем районе 20 мая. Если ранее в условиях самоизоляции борьбой с мусором занимались в основном работники коммунальных служб, то на этот раз присоединиться к нему могли все трудовые коллективы. Сотрудники организации благоустраивали прилегающие территории, убирали мусор, скашивали сорную траву, высаживали цветы на прилегающих территориях. А так как были запреты по коронавирусу на проведение дней чистоты, с сегодняшнего дня эти запреты указом главы смягчены, и теперь в масочном режиме проводятся дни чистоты и в нашем городе, и во всех сельских поселениях. Соблюдали масочный режим, расстояние друг от друга, перчаточный режим. Все сельские поселения на сегодняшний день занимаются покосом сорной растительности и тоже высадкой цветов. До этого в основном занимались сборкой мусора, сборкой отходов на прилегающих территориях, на территориях окраин города. Сельсоветы на своих окраинах занимались уборкой всей остаточной массы, которая осталась от зимы. Это сухие ветки в основном. То есть в дальнейшем планируется еженедельное проведение дней чистоты. Будем заниматься, так как в этом году год эстетики, будем заниматься наведением красоты в нашем городе и в нашем районе. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 21 мая. На встречу с главой администрации района и его заместителями, представителями различных ведомств пришли жители Новортаульского сельского поселения Ильсур Амиров и Рашид Ахтямов. Они обратились с вопросом об организации рыболовства для отдыхающих на пруду вблизи деревни Варяж. Также в режиме видеоконференции участие в беседе принял руководитель агентства Республики Башкортостан по предпринимательству Рустам Зубаиров. Специалисты администрации дали разъяснение по возможности введения предпринимательской деятельности, участию в республиканских программах и дальнейших необходимых шагах. В продолжении встречи они обсудили ход реализации инвестпроектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. На территории нашего сельского поселения находится пруд Варяж. Это между деревней Варяж и села Новый Арталу. И этот пруд, оно оформлено в собственности за сельским поселением. И с 2017 года, с августа 2017 года, наши жители, это Амеров Ильсур, Наркисович и Ахкямов Рашид Рафинович, они арендуют этот пруд. И вот сегодня в предпринимательском часе, в администрации, мы обсудили вопрос с целью, чтобы эти ребята занимались, продлили этот договор аренды и постарались заняться предпринимательской деятельностью. Со стороны администрации сельского поселения мы, конечно, очень рады, что есть люди, которые действительно содержат. Это, во-первых, эти ребята у нас, вот, с 2017 года уже занимаются, можно сказать, даже благоустройством. Это уборка территории пруда. Они на сегодняшний день смастерили мостики, это удобство для рабоводства. Поставили емкости для сбора мусора. И самое важное, они ежегодно контролируют пропуск весеннего, период весеннего половодия, пропуск воды. Можно сказать, они дежурят. Это очень ответственный момент. Но на сегодняшний день, конечно, жители интересуются, действительно ли есть возможность просто вот подойти к пруду, рыбачить. Да, это водный объект, зеркало реки, пруда. Это считается в любом случае, согласно федерального закона, это федеральная собственность. Поэтому каждый человек имеет право передвигаться, рыбачить. А сегодня уже в предпринимательском части мы в основном обсудили именно тот вариант, что за какие услуги эти ребята могут оказать платные услуги. Именно за какие-то определенные деятельности конкретно. А так мы людям объясняем, что они могут свободно подходить, рыбачить, отдыхать. Ну, соответственно, конечно же, соблюдать чистоту, порядок за собой. 24 мая мусульмане всего мира отметят праздник Ураза-Байрам. Он ознаменует окончание священного месяца Рамадан, месяца обязательного поста и молитв. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией необходимо отказаться от привычных массовых молитв и традиций собираться в этот священный праздник большими компаниями. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин призвал верующих принимать все меры предосторожности против COVID-19 и провести праздник Ураза-Байрам в тесном кругу семьи. В Башкортостане празднование Уразы-Байрама в этом году пройдет в онлайн-режиме. Во время Уразы, несмотря на угрозы жизни, мусульмане добросовестно исполнили свой долг. Во время светлого дня они не пили, не кушали, не думали о плохих вещах, старались людям помогать в этом плане. Без приема пищи, воды и течения светлого дня исполняли мы духовные и социальные обязанности, непосредственно положительные, влияющие на здоровье наших прихожан, наших земляков. По этому поводу Всевышний Коран вот так сказал. Месяц Рамазан был послан людям Коран, верное средство и руководство правильной жизни для мусульман, для людей. Поэтому этот благословенный месяц дает все возможности для совершения благих дел, хороших дел для всех. Аллах желает вам облегчения и не желает затруднения. Он наставляет на правильный путь нас. Быть может, вы будете благоразумны и благодарны, он говорит Коране. Уважаемый, Рамазан – месяц поста, милости и прощения. У кого какие грехи были, кто недоработал, кто нарушил свои обязанности мусульманина, вот надо в этом месяце исправлять себя. Поэтому все люди, и не только мусульмане, должны прилагать все свои усилия для полезных деяний в своей жизни и исправлять свои поступки, если они имеются. А должен сказать, все имеют грехи. Надо вовремя это осознать и вовремя ТУБ, и больше не повторять, чтобы не огорчать своих родителей, своих детей, своих родственников. Уважаемые жители Нововского района, от всей души поздравляю вас с светлым и радостным праздником Ураза Гаид. Этот праздник показывает силу духа и воли наших мусульман, мусульманок, даже в непростых условиях карантина. Пусть Всевышний примет наш пост, добрые поступки и молитвы. В честь этих духовных деяний пусть в наших домах будут достаток, в семьях счастья, и в нашей родной стране царит мир и благоденствие. В России ежегодно от транспортных наездов погибают около 10 тысяч детей. В травматологические пункты обращаются свыше 500 тысяч детей с различными травмами. Лето – одно из самых опасных времен года. Дети на каникулах нередко остаются без присмотра взрослых. Одной из самых действенных мер предупреждения детского травматизма остается профилактика. Тему продолжит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Зульфат Саляхов. За 4 месяца текущего года в Республике Башкорстан зарегистрировано 86 автомобильных аварий с участием детей и подростков, в которых погибли четверо несовершеннолетних и 87 получили травмы. На территории Янаульского района зарегистрировано одно ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Янаульского района с 18 мая по 5 июня будут проводиться профилактические мероприятия «Внимание детей». Основное внимание сотрудников госавтоинспекции будет уделяться правилам перевозки детей автомобильным транспортом, фактам непредоставления преимущества движения пешеходам и фактам управления несовершеннолетними транспортными средствами, не имея прав управления. По статистике, ежедневно в пожарах погибает свыше 20 россиян. Их число возрастает в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в летние каникулы. О мерах пожарной безопасности и о правилах поведения в случаях возникновения возгорания рассказал начальник Янаульского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадулин. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе детская шалость со спичками, второе, неисправность электрооборудования, третье, неисправность отопительных печей. И во всех основных причинах пожаров виновником пожара является человек. И чтобы ваше пребывание дома и на каникулах было безопасно, я бы хотел напомнить вам об элементарных правилах безопасности при обращении с электричеством. Первое. Не пользуйтесь неисправными электроприборами. Никогда не оставляйте включенными электроприбор без присмотра. Выходя из дома, выключите свет. Даже телевизор и телефон. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов. Не прикасайтесь к включенному электроприбору мокрыми руками. Нельзя пользоваться электрическими устройствами, находясь в воде. И главное. Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, подключенными в электрическую сеть. Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности. Не сжигайте сухую траву и мусор. Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки. Ни в коем случае не балуйтесь со спичками, не жгите траву, потому что остановить пал травы очень трудно. Не оставляйте в лесу стеклянную посуду, которая в солнечную жаркую погоду может сфокусировать солнечный свет, луч и возникнет пожар. Что же необходимо знать детям для того, чтобы предотвратить трагические случаи во время пожара? Первое. Если же в доме возник пожар или в квартире, и рядом нет взрослых, необходимо, первое, не паниковать, постараться быть собранным и внимательным, вызвать пожарную службу по телефону 01, по мобильному 112 и 101 и сообщить взрослым. Также по телефону необходимо сообщить свою фамилию, точный адрес и сказать, что и где горит. Если необходимо, позвать на помощь соседей. Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь быстро покинуть помещение, комнату, нужно постараться покинуть квартиру. Дым больше опасен, чем огонь. Если в помещении дым, необходимо закрыть нос влажным платком, лечь на пол и ползком пробираться к выходу. Внизу дыма меньше. Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестнице уже огонь, и нет возможности выхода на лестницу, на улицу, необходимо уплотнить входную дверь, обливать ее водой до приезда пожарных подразделений. И через окно позвать на помощь. Правила пожарной безопасности в лесу. Нельзя разводить костры в жаркую, сухую, ветреную погоду. Разжигать костры следует специально отведенных для этого места. Хорошо, что если около места разведения костра будет находиться вода и ветки для захлестывания огня на случай распространения пламени. Нежелательно разводить костры рядом с деревьями, так как можно повредить их. Если в лесу начался пожар, главное, не дать огню распространиться. В случае, если потушить огонь своими силами не удалось, необходимо вызвать пожарную службу по телефону 01-101 или 112. Берегите себя и своих близких. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и приятных вам выходных. 24 мая ожидается малооблачная погода. Возможно, небольшой дождь, ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, и плюс 21, плюс 23 градуса. По данным МЧС Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 17, плюс 22 градуса. В Башкортостане вводятся новые правила самоизоляции. Если вам больше 65 лет или у вас есть хронические заболевания, оставайтесь дома. Дети младше 17 лет не должны быть на улице с 20 до 14 часов. Выходя из дома, наденьте маску, а в общественном транспорте и магазинах еще и перчатки. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы. Берегите себя.